МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Достал он же, блестя. Семенович, ну прости. Ну что мне было делать? А ну до утра ждать, что ли? Да по рогам ты не лупи, сколько раз тебе говорить. Это троллейбус, а не наковальня. Что мне теперь делать? Да там седло, только приемника гнилое было. Семенович, ну... Да, Семенович, ну не гони, ну... Слушай, Семенович, я не хотел. Да иди ты. Семенович! Семенович, я не хотел. Семенович, я не хотел. Семенович, я не хотел. Рано утром 26 июля 1976 года в Краснодаре в сквере около троллейбусного депо нашли два трупа. Водители возвращались домой с ночной смены и наткнулись на лежащие тела девушки и парня. Девушку опознали сразу. Ирина Колева 25 лет работала диспетчером в депо. Сменилась накануне вечером около девяти. А вот личность парня установить не удалось. Когда на место происшествия прибыла оперативная группа, первой версией стало разбойное нападение. Все выглядело так, словно убийца вначале напал на девушку, а парень это увидел и вступился. Но старший оперуполномоченный Ушаков заметил некоторые обстоятельства, которые заставили взглянуть на дело по-другому. Прибыв на место, первым делом Ушаков поинтересовался у судмедэксперта насчет времени смерти жертв и характера травм. Ну что, Вань, рассказывай. Ну что, вчера вечером, часиков девять полдесятого, причина смерти черепно-мозговая травма. У обоих? Да, но если у парня, скорее всего, вследствие падения, то девушку огрели сзади, по затылку и, скорее всего, обрезком трубы, либо же арматуры. А я вот думаю, убитый вступился за девушку. По мнению криминалиста, убийца напал на девушку с целью ограбления, схватил сумочку. Тут подоспел парень. Убийца его толкнул. Он упал, ударился затылком. Ну, а потом преступник решил не оставлять сидителей. Ну, как вариант. Одно смущает. Если хотел ограбить, то чего ж сумочку не взял и сережки золотые оставил. Может быть, спугнули? Если бы спугнули, тогда мы бы здесь уже вчера вечером работали. Ладно, что по уликам. Да, есть свежие отпечатки пальцев на сумочке. Думаю, появились во время убийства. И очень странные следы. Криминалист показал небольшие углубления в земле. Похоже на каблучки. Думаешь, имеют отношение к делу? Трудно сказать. У девушки обувь на танкетке. Нет, я отливки сделаю, но вот следы явно не ее. Орудие убийства? Нет, не нашли. Так что же мы имеем? Следы и пальчики на сумочке, так? Да. Понятно. Валентин Николаевич, водители, которые труп обнаружили, говорят, что девушка гулящая была. Может, мотив? Может. Пойдем-ка я с мужичками побеседую. Ушаков попросил водителей, которые и опознали убитую девушку, рассказать, какие конфликты были у нее с работниками депо. У водителей нет. А с их женами, да. Ну что, Ирка-то не из Кромницы? Была. Да не слушайте вы его. Он ему, Ирка, от ворот-поворот дала, вот всякую дерунду им мелет. При чем тут от ворот-поворот? Ну, теперь-то уж. Ничего я не велю, я сам видел. По словам мужчины, за неделю до убийства жена водителя Маршанского пришла в депо под конец рабочего дня и устроила Ирине скандал. Здравствуйте. Ах ты, дрянь ты такая! Ты мужика захотела семью вести! Тихо-тихо-тихо. Девки-девки, вы чего? Тихо. Да отвали от меня. Спокойно. Я тебя убью, скотина ты такая. Мужика своего убей. Тихо. Дрянь. Так что, Колева чужого мужа из семьи увела? Ну, увела, не увела, перед маршанским хвостом крутила. Это правда? Ну, ходили слухи. Да какие слухи? Слухи. Чуть до товарищеского суда не дошло. А чего это коллеги постоянно рот затыкаете? Вы, граждане начальники, если хотите про Колеву узнать, идите правком. А то мы вон расскажем, а нам потом от начальства по шее прилетит. Так может в отделение пройдем, чтобы по шее от начальства не прилетело? Ну, подгуливала Юрка с маршанским. Больше мне ничего не известно. Они просто с маршанским кореша вот он и боится. Так а сейчас маршанский где? В отпуске. Неделя уже. Ладно, спасибо. Вы свободны. Идем. Ну что, копнем под маршанских? Уже к обеду оперативник выяснил, что скандал, о котором рассказывал водитель Бабушкина, действительно был. Матвей Маршанский на протяжении нескольких месяцев тайно встречался с Ириной Колевой. Даже собирался уйти из семьи, бросив жену и двух детей. Полина Маршанская приходила к начальнику ДПО с угрозами, что если тот не образумит ее мужа, она пойдет в управление и там расскажет, как на их предприятии разрушают советскую семью. Маршанского и Колеву вызвали в правкома. Колева заявила, что не виновата. И встреча с Маршанским носили исключительно дружеский характер. Никаких других отношений с мужчиной девушки не было. После этого Матвей Маршанский взял отпуск за свой счет и уехал к родителям в деревню. А вот его жена Полина, отправив детей к мужу, все это время находилась в городе. Ушаков решил с ней побеседовать. Рано утром, возвращаясь со смены, водители Краснодарского трамвайного ДПО обнаружили два трупа. Смерть людей наступила в результате черепно-мозговой травмы. Убитую девушку опознали сразу. Ирина Колева, 25-летняя диспетчер ДПО. Личность парня установить не удалось. Выяснилось, Ирина крутила роман с женатым водителем трамвая Матвеем Маршанским. Его супруга угрожала любовнице расправой. Полина Маршанская не очень обрадовалась, увидев на пороге своей квартиры оперуполномоченного Ушакова. На вопрос, знакома ли она с Ириной Колевой, ответила, что не знает ее. Она в ДПО работала. По-моему, диспетчерша. Парня на фото узнаете? Когда Ушаков показал Полине фото убитого, женщина поняла, что парень мертв и изменилась в лице. Он что, мертвый? Убит. Вместе с Колевой. Поэтому разговор нам предстоит долгий и малоприятный. Нам не о чем с вами говорить. А как насчет того, что ваш муж и Колева были любовниками, и вы угрожали Ирине? Ну вот, а говорить и не о чем. Присаживайтесь. Послушайте, все не так. Да, у нас с Матвеем сейчас нелегкие времена. Да, я действительно была в ДПО и угрожала девушке. Но потом Ирка меня успокоила. После скандала, когда Ирина ушла из ДПО, Полина пошла за ней. Ну, стой! Да не встречаюсь, я с твоим мужем. Он детей хотел бросить и от меня ушел. Мы уже больше месяца не вместе. Врешь. Слушай, я не знаю, что он там тебе наплел, но у меня скоро будет свой муж и своя семья. Может, Коля его соврала? Нет, не похоже. Я с Матвеем разговаривала, он признался, что больше не с ней. По словам женщины, после разговора с Ириной, она объяснилась с мужем. Тот признался, девушка его бросила. Мужчина подумал, что если он уйдет из семьи, то Ирина вернется. Но ошибся. Она ему сказала, что у нее другой. Кто? Меня это не волнует. Где вы были вчера с половины девятого до половины десятого вечера? Да говорю же вам, не я это. Послушайте, у меня двое маленьких детей, я бы грех на душу не взяла. И все-таки, где вы были вчера вечером? Дома была. Одна. Вам придется проехаться со мной. Да я на вас жаловаться буду. Я мать. И муж бросил. Полина Федоровна, прошу. Да, и фото мужа, будьте добры. Вы со мной только зря время теряете. Собирайтесь. Проверили отпечатки пальцев Маршанской. Они не совпали с найденными на сумочке убитой. На допросе Полина призналась, что собрала относительно своего алиби. Она в тот вечер следила за мужем. Ездила в деревню проверить, действительно ли он гостит у родителей. По ее словам, около девяти она как раз садилась в рейсовый автобус, который возвращался из деревни в город. Водитель автобуса подтвердил слова женщины. Опросив мужа Полины, Матвея Маршанского, следователь выяснил, что тот расстался с Ириной Колевой больше месяца назад. У Ирины кто-то появился, но кто, он не знал. Убитого парня Маршанский также опознать не смог. Работники депо и жители близлежащих домов тоже его не опознали. Чтобы установить личность убитого, разослали ориентировку. Что читаете? Монзунт. Чего-чего? Страва такие в Балтийском море. И охота вам географией заниматься. Лучше бы детектив какой-то почитали. Дим, детектив мне и в жизни хватает. А Монзунт это исторический роман. Рекомендую. Ну не знаю. Как по мне, так лучше в кино сходить. Вот как раз сейчас новый детектив идет. Бешеное золото называется. Там и география, и посмеяться можно. И остров там какой-то есть. Не помню где, правда. В Тихом океане. Остров Пеликан. Все-то вы знаете, Валентин Николаевич. Работа такая. Пока Ушаков и оперативник ждали окончания рабочего дня, чтобы снова отправиться по адресу, где проживала Колева, и опросить тех соседей, которых не застали днем, к ним заглянул судмедэксперт. Завидую я вам. Книзки читаете, в пятнашки играете. С чем пожаловал? Результаты вскрытия. Не. Угощайся. Что там? Так что, у нас Колева была беременна? Угу. Только срок небольшой. Три-четыре недели. Так у нас не шэхшэля фама, шэхшэлем. Шэр-шэ что? Ищите мужчину. Ну, вы ищите, а я пошел. Так, давай заканчивай со своими пятнашками и бутрубродами. Поехали. Шэр-шэлем. Оперативники закончили обход соседей. Никто из опрошенных не узнал ни Маршанского, ни убитого парня. Однако многие заявили, что Колева частенько водила к себе мужиков. Потрясающе. Мужиков к себе водила, каких никто не знает. Дай-ка фото. После того, как оперативники представились, женщина подтвердила, что живет в данном подъезде. Ирина, Коля, вы знаете? Хм, кто же эту девицу не знает. А кого-то из этих парней на фото узнаете? Ушаков показал женщине фото Маршанского и убитого парня. Первого соседка не знала, а вот глядя на фото убитого, вспомнила, что как-то видела того с Колевой. Кстати, недели две назад с Трым хахалем Иркиным подрались. Соседка рассказала, что как-то вечером решила выбить ковер и стала свидетельницей драки между парнями. А иди в дом, ладно? Юра, тебе же сказали не таскаться сюда. Да трено, студент, ты мне не указ. Ты что, оборзел? Отойди. Ирка, Ирка! Угомони своих кобелей. А ну, разойдите. Илья! Отпусти ее! Разойдите. Ты как? Подумаешь, я ее еще не так ее по простыне обладал. Я сейчас милицию вызову. Спокойно, мамаша, дело семейное. А с тобой еще встречу с темной переулки, понял? Как звали второго парня, помните? Да кто его знает? А внешность второго помните? Да, высокий такой, темненький. Прекрасно. Вы не проедете с нами? Поможете нашим художникам фоторобот составить? Ну, почему не помочь? Помогу. Спасибо. Пройдемся. Михаил Урсуляк, 27 лет. Именно он дрался с парнем, тело которого нашли вместе с убитой Колевой. Михаила знали в Краснодаре. По натуре вспыльчивый, Урсуляк попадал в разные истории. В юности отбывал срок в колонии для несовершеннолетних за разбойное нападение. На данный момент нигде не работал, поэтому стоял на контроле у участкового. Когда его фото показали коллегам Ирины, некоторые из них подтвердили, что несколько раз видели, как тот встречал девушку после работы. Правда, это было давненько. Когда Ушаков и оперативник нагрянули к Урсуляку, тот еще спал. Поэтому не сразу понял, кто к нему пришел и полез в драку. Ладно, сижу. Можно еще раз документы? И что вам от меня надо? Старший оперуполномоченный. Ирину Колеву знаешь? А вы что, следователь, чтобы меня допрашивать? Может, знаю, а может и нет. Может, и память ослужить. Ладно, ладно. Знай, Ирку. И что с того? Убили ее три дня назад. А я здесь каким боком? Я смотрю, новость тебя не удивила. Или ты уже знал об убийстве? Э, не. Я здесь ни при чем. Я Ирку месяц назад видел. Месяц. Месяц. А нам сказали, что две недели назад ты в ее дворе драку затеял. Тот, с кем подрался, тоже убит. Ну, это не я. Подрался с парнем. Ну, бывает такое. Ну, не подумал сразу. И как-то так... Пока Урсуляк пытался убедить оперативников, что не имеет к убийству никакого отношения, Ушаков увидел под батареей бутсы. Шипы на подошве напомнили ему следы на месте преступления. Твои? Мои. А что? Смотри. Мы думали, там женские каблучки. А это вполне могут быть. Что? Что, у нее же бутсы нельзя иметь? А ты в курсе, Урсуляк, что у трупа Колева вся земля в таких следах от шипов? Мало ли у кого еще такие бутсы есть? Мало у кого. Пока что только у тебя. История бутс началась еще в 18 веке, но только в начале 20-го бутсы, или как их еще называют шиповки, приобрели привычный для нас вид. Все изменения в дизайн спортивной обуви внесла компания «Адидас». Первый раз, когда прикрепила к подошве шесть небольших шипов. Второй, когда укоротила голенище ниже лодыжки. С тех пор вид бутс практически не менялся. Бутсы отечественного производства в СССР появились только в 60-х. В продажу бутсы поступали редко, их шили ограниченными партиями. Если удавалось на них попасть, то стоила такая обувка у спекулянтов, как чешские сапоги. От 80 до 100 рублей. К середине 70-х появилась еще одна модель. Бутсы с резиновыми шипами. Они-то и попадали на прилавки магазинов. Стоили 39 рублей. Играть в них было не очень удобно из-за коротких шипов, которые скользили и быстро стирались. Так что бутсы я забираю в отделение и тебя вместе с ними. Ага, разбежались. Не имеете права. Дим, помоги мальчику штанишки надеть. Когда Урсуляка доставили в отделение, первым делом проверили его отпечатки пальцев. Ну что, пальчики на сумочке не принадлежат этому гражданину. А я что говорил? Затем криминалист сравнила подошву Бутс со следами, найденными на месте преступления. А вот следы как раз его. Да не мои. Не мои следы. Спасибо. Ну что, Урсуляк, рассказывай, как убил, потому труп отоптался. Да не убивал я. Бутс им, Ниркин, хахаль сам отдал. По словам Урсуляка, спустя дня три после драки он решил снова наведаться к Ирине и опять столкнулся с ее новым ухажером. Послушай, прекрати ты сюда таскаться. Не любит она тебя. И что? Я к ней не за любовью хожу, понял, студент? Хочешь, я тебе денег дамит, ты Ирку в покое ставишь. Откуда у тебя деньги? Сколько, говори, сумма. Тысяча рублей, Ирка, твоя. Идет. Ну, студент. А через пару дней мне деньги принес. Только не тысячу, а восемьсот. И бутсы отдал. Говорит, возьми, продай, они почти новые. Ой, Урсуляк, вот не люблю я сказки. Ну, откуда у парня такие деньги? Да я почем знаю. Послушайте, ну, его понятно. Ну, Ирку мне зачем убивать? Урсуляк клялся, что не причастен к убийству. Он говорил, что был уверен, девушка скоро сама бросит нового ухажера. Не пара ему, Ирка, была. Слишком правильный студентик для нее был. Как звали студентом? Вроде Илья, но я не уверен. Где жил, где учился? Да я откуда знаю. Знаю то, что он в футбол играл больше ничего. А где-то был вечер убийства. Чего затих? Если я скажу, что мне за это будет? А то лучше подумай, что тебе будет, если ты не скажешь. Урсуляк признался оперуполномоченному, где был и чем занимался во время убийства. Оказалось, парень по просьбе своего приятеля пытался взломать склад одного небольшого магазинчика напитков. Ему пообещали, что в это время сторожа на складе не будет. Но вышло не так. Урсуляк чуть не попал в милицию, поэтому с неохотой рассказал о своем алиби. Что же касается убитого, то его личность установили. Илья Демченко, 22 года. Студент Кубанского университета, нападающий футбольной командой «Буревестник». В Краснодар Илья приехал из Оренбурга, бывший воспитанник детдома. Родственников у парня не было, а все друзья играли вместе с ним в одной футбольной команде. Как только стало известно, что Демченко играл в университетской футбольной команде, Ушаков сразу же отправился на разговор с тренером. А как так получилось, что Демченко сразу не хватило? У нас перерыв был пару дней. Сегодня первая тренировка. Тренер объяснил, что он и еще два футболиста уезжали. Я, ребят, хотел на Кубаньца схватать. И Илью тоже. Но он не пришел. Поверить не могу, что его убили. Я подумал, что он просто решил не ехать. Ну а как такое может быть? Он же футболист. Вот и я ему толдычу. Просто не пришел. Странно же. Вася, ногами работай! Ногами! Абухов! Что ты ползешь, как гусеница? Так вот. Ильяев, по флангу выходи! Куда ты в центр тянешь? Что, о чем мы? Должен был ехать. Да, так вот. Тренер Кубани мой однокашник. Я вот его просил, чтобы на Илью посмотрел, и еще пару футболистов. Абухов и Ивасилиев. Он согласился, сказал, привози в Новороссийск, погоняю после госевого твоих сопляков. Тренер рассказал, что больше всего он ставил на Илью, и парень об этом знал. Вначале обрадовался, а за три дня до отъезда стал говорить, что собирается оставить футбол и заняться учебой. А ну-ка, вышли на минутку. Ты хоть понимаешь, что это за шанс? Я год просил Гурича на тебя посмотреть. Борис, Борис... Молчи и слушай. Такого шанса больше может и не быть. Так что кончай мне тут. Учебой он займется. Борис, Борис... Для учебы мозги нужны, а у тебя их нет. Зато ноги хорошие. Двадцать шестого в шесть утра. Чтоб был как штык. Я не поеду. Двадцать шестого в шесть. Не поедет он. Ты посмотри, самостоятельный какой. Ну а когда Илья не пришел, я подумал, решил на своем настоять. Что уж теперь, жалко парня. А как думаете, почему Илья вот так ни с того ни с сего вдруг решил футбол оставить? Понятия не имею. Он так мечтал. Сначала в Кубань, оттуда в Спартак, в Динамо, в Дубль, потом в первый. И на тебе деньги, на тебе слава, на тебе сборная. Футбол больше, чем игра. И Советский Союз в этом не отличался от Бразилии, Германии, Италии и Аргентины. Миллионы мальчишек, покупая в киосках Союз Печати по 10 копеек фотокарточки легендарных футболистов, мечтали, что когда-нибудь будут играть в одной команде с Яшиным, Блохиным, Буряком, Хурцлавой. Футболисты клубов ЦСКА, Динамо, Спартак, Торпеда пользовались популярностью не только в среде болельщиков. Их приглашали на голубые огоньки. Они были почетными гостями программы «Что, где, когда?» песня года. А иногда даже получали предложение сыграть в кино. Так Валерия Воронина, нападающего Торпеда, утвердили на главную роль в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь». Но футболист не смог участвовать в съемках из-за предстоящего ответственного матча. И тогда роль отдали Александру Белявскому. Я уверен, если бы Гурыч Илью увидел, с руками бы оторвал. В итоге в Кубани кого-нибудь взяли? Артура Абухова? Ну, не играть пока взяли, просто в дубль. Абухов, шевелись! Не позорь меня! А как к Демченко относились в команде? Да нормально. Он парень простой, независливый. Мог, конечно, на поле с ребятами потолкаться, но чтоб враждовать, такого не было. Борис Борисович, а вот еще такой вопрос. У вас в команде у всех ребят гудсы есть? У Ли, у Саши Васильева. Им, кажется, премию выдали два месяца назад, после городских соревнований. А так сами видите, в чем играют. Саша Васильев, куда ноги выше головы? Опасная игра. Это он в кедах. Бутсом так можно заехать. Саша Васильев, прекратись! Я смотрю у Васильева характер. Упокойся, Саша. Что ты начинаешь, Саша? Характер у него. Сейчас я ему покажу. Саша Васильев привлек внимание Ушакова не только тем, что он единственный в команде, кроме Ильи, у кого были бутсы. Парни носили один размер обуви. Оперуполномоченный навел справки и выяснил, в команде Васильева не любили. Он со многими конфликтовал. Был заносчив. Ходили слухи, что тренер терпит его только благодаря отцу, который занимал пост зампредседателя райисполкома. Благодаря этому университет и команда получили отремонтированный спортзал, хорошую форму и в случае поездок им выделяли автобус и карус. Некоторые считали, что Васильев завидует Илье. Но самое важное, что в день убийства между парнями произошел серьезный конфликт. Васильев прилюдно угрожал Демченко, требуя, чтобы тот немедленно вернул ему деньги. Рано утром, возвращаясь со смены, водители Краснодарского трамвайного депо обнаружили два трупа. Диспетчера Ирины Колевой и Ильи Демченко, нападающего студенческой футбольной командой «Буревестник». Смерть обоих наступила в результате черепно-мозговой травмы. Молодые люди встречались, девушка была беременна. Преступник оставил на месте преступления следы от спортивных бутс. Под подозрение попадает Саша Васильев, партнер Ильи по футбольной команде. В день убийства между парнями произошел конфликт. Ушаков решил побеседовать с Васильевым, узнать, где тот был в вечер убийства и из-за чего конфликтовал с Ильей. Васильев Александр? Да. Майор Ушаков, расследуем убийство Ирины Колевой. Пара вопросов вам есть. Я не знаю, что вам наплели, но мы с Илюхой дружили. То есть ты хочешь сказать, что в день убийства вы не ссорились и деньги назад ты не требовал? Это что, допрос? Потому что если да, то я позвоню отцу. Вы в курсе, кто мой отец? В курсе? А ты в курсе, что идет расследование убийства? Мне, конечно, жалко Илюху, но я тут вообще ни при чем. Ну и все-таки, из-за чего ссорились? А почему вы не спросили у того, кто вам о ссоре рассказал? Не узнали подробностей, а? Парень, а тебя вежливости не учили. Вы меня не только допрашивать, но и воспитывать будете? Тренер сказал, тебя бутцами наградили. Можно взглянуть? Нет, нельзя. Вот будет постановление на обыск, тогда и посмотрите. Так ясно, Зим, давай, забирай футболиста этого, раз он так настаивает на законной процедуле. Эй, вы об этом пожалеете, обещаю. Конечно. После того, как Василиева доставили в отделение, Ушаков получил санкцию на обыск его шкафчиков, раздевалки и квартиры, в которой проживал парень. В квартире на антресоле нашли бутцы, на них остались следы почвы из сквера, а также следы крови, которая по группе совпала с кровью убитой Ирины Колевой. Кровь обнаружили и на внутренней стороне задника. Тот, кто носил эти бутцы, растер себе пятку. На обуви нашли отпечаток пальца, совпавший с найденным на сумочке девушки. Правда, принадлежал он не Васильеву. Но у Ушакова не было сомнений, что парень был причастен к убийству. Он мог действовать не один. Обувайся. Ну что, Васильев, советую писать чистосердечное. Это не я, клянусь. Слушайте, я понятия не имею, откуда бутцы у меня в квартире и почему на них кровь. Бутцы твои? Мои. Но их у меня украли. А потом, видимо, подкинули. Парень рассказал, что накануне отъезда в Новороссийск собрал сумку и оставил ее в шкафчике в раздевалке. Бутцы были в сумке. Когда мы в Новороссийск приехали, пошли переодеваться. То бутц в сумке уже не было. А ты перед отъездом не проверил? Нет. У тренера спросите. Мне тогда от него влетело. Пришлось в чужих бутцах играть. А они на полразмера больше. Вот пятку и натер. Захватывающая история. Но убитому ты угрожал. Бутцы твои найдены у тебя в квартире. Да я понимаю, как это выглядит. Но это какой-то бред. Ну зачем мне Илюху убивать? Из-за чего ссорились? Из-за кого? Из-за шалавы этой Ирки. Илюха из-за нее вообще голову потерял. Конкретнее, конкретнее. В начале он у меня денег занял, чтобы выкупить Ирку. Потом оказалось, что она залетела. Зная, что у Васильева мать работает в женской консультации, Илья попросил найти ему хорошего врача. Волновался, чтобы с ребенком и девушкой все было в порядке. Ну, без проблем найдем для Ирки Айболита. Только вот, ты уверен, что твой снаряд в цель попал? Не понял. Да все ты понял. Ну, сам знаешь, Ирка... Язык пригуси. Успокойся, я за тебя переживаю. Это мой ребенок. Ну, как знаешь. Извинись. Илюха, она шалава. Это знают все. Извини, но извини не будет. Будет! Ты что, сдурел, а? Извинись! Да пошел ты! И чтоб завтра, завтра деньги были. Понял меня или нет? Вот поэтому ссора и получилась. Знал бы, никогда в жизни Илюхе денег не дал. Слушай, а откуда у тебя такие деньги? 800 рублей. Почему 800? 500? Я на мотоцикл собирал. Потом Илюха попросил. Подумал, дам другу. У меня скоро день рождения. Родители должны подкинуть. Поверил бы я тебе, Васильев. Но ключи от квартиры были только у тебя и твоих родителей. Понимаешь, на что на меня? Да я тот вечер, когда вы меня сцапали, впервые за месяц на квартире появился. У соседей спросите. А где был? Парень рассказал, что не до отъезда в Новороссийск, не после в квартире не жил. В основном проводил лето на даче. А когда два дня назад родители улетели в отпуск, решил перебраться в город. Тем более, что скоро начинались занятия в университете. Но это в любом случае ничего не меняет. Ключи были все это время только у тебя? Нет, еще у Пашки с Гурьева были. И у Артура Обухова тоже. Они у меня ночевали иногда. А Обухов это тот, которого в Кубань взяли? Да. Любопытно. После допроса Васильева Ушаков решил проверить, действительно ли в квартиру парня имели доступ его приятели по команде. Оказалось, да. И Павел Згурьев, и Артур Обухов иногда ночевали у Васильева. Когда просили соседей, выяснилось, что с Гурьева ни в вечер убийства, ни на следующее утро никто не видел. А вот Артура Обухова видели выходящим около половины шестого утра. Ребята из команды рассказали, что в последний день перед отъездом в Новороссийск между Артуром и Ильей чувствовалась напряженность. Все думали, виной тому предстоящее соперничество. Но Ушаков решил копнуть глубже. Переговорив со сторожем стадиона, оперуполномоченный выяснил, после тренировки, вечера убийства, Обухова и Демченко о чем-то спорили. Потом Илья ушел, Артур последовал за ним, заскочив перед этим в раздевалку спортзала. Я не понимаю, зачем это нужно? Когда Обухова доставили на допрос, первым делом Ушаков решил проверить его отпечатки пальцев. Рассказ сторожа указывал на то, что Обухов мог быть последним, кто видел Демченко живым. Покажи-ка нам правую пятку. Я держу паре, она у тебя растерта. Послушайте, я футболист. У нас всегда пятки растерты. Ага, и у всех правые. Тогда потрудись объяснить, каким таким образом твои отпечатки оказались на бутцах Васильева. Не знаю, мало ли как. Сашка их бросает всегда, где ни попадя. Обухов, я буду с тобой откровенен. У меня есть показания соседей, которые видели тебя утром. У меня есть показания сторожа стадиона, который видел тебя вечером. Есть отпечатки на бутцах и есть мотив. Вы думаете, я Илюху убил, чтобы в Кубань попасть? Делать мне больше нечего. А вот как вы говорите, показания соседей и отпечатки на бутцах? Ну, это не доказательство. Не доказательство. Согласен. А вот отпечатки на сумочке убитой, совсем другое дело. Читай. Читай. Так что? Так хотелось большой футбол. Я никого не хотел убивать. Не знаю, как так вышло. Скажи, ты мне можешь 500 рублей занять? Зачем? Ну, надо. У Сашки возьми. Уже? Могу 300 дать. Когда Илья услышал, что Обухов может одолжить ему 300 рублей, обрадовался. Но Артур тут же предупредил. Деньги даст не просто так. Хорошо, идет. Ну, дал я Илюхе денег. А он потом решил все отыграть. А вот мне тренер совсем другую историю рассказывал. Как Демченко отказался ехать. Вначале да. Он на следующий день передумал. Из-за этой бабы своей. Сказал, как Ирка узнала, что он отказался ехать, истерику закатила. Деньги вернут. А зачем мне деньги? Мне шанс нужен был, понимаете? Илье плевать на футбол, а для меня это жизнь. По словам Обухова, в вечер убийства он попытался еще раз поговорить с товарищем по команде. Илюха, подожди. Ты же понимаешь, если поедешь, у меня шанса не будет. Перестань, шансы у всех равные. Ты дурак. Все понимают, что меня и Сашку как антураж везут. Ерунда. Главное, сыграй завтра в полную силу. Как друга прошу не едь. Ты же понимаешь, я не могу. А за деньги не волнуйся, я верну. Когда Илюха ушел, я решил пойти за ним. Чтобы убить? Нет. Обухов подумал, что если нападет на Илью, оглушит и легко повредит тому ногу. В Новороссийск он не поедет. Но через недели-две уже снова вернется в команду. У нас в спортзале ремонт недавно был. И там еще в углу остался мусор всякий строительный. Я нашел обрезок трубы и пошел за Илюхой. Обухов хотел подкрасться к Илье так, чтобы тот его не заметил. Но тут появилась Ира и стала кричать. Илья! Ты что, придурок, голову мне проломить хотел? Не хотел. Хотел на больничку тебя уложить. Сволочь, ты обещал не ехать. Ну, плевать не понял. Иди отсюда, Ира. Илья! 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 Стой! Не понимаю я тебя. А девчонку-то за что? Она бы в милицию пошла. Меня бы посадили. Да, но за убийство по неосторожности. А вам не понять. Знаете, как это? Чувствовать, что вот-вот еще немного исполнится твоя мечта. Но я клянусь, никого не хотел убивать. Опасную игру ты затеял, Абухов. Говорю, как есть. Не хотел убивать ни Илью, ни его девку. А я сейчас не о них, я о рассказе твоем. Я же вам во всем признался, что вы еще от меня хотите. Может быть, в суде тебе и поверят, а вот я нет. Ладно, обрезок трубы, ладно, толкнул, из-за страха убил. Но Буцци... Нет, Абухов, ты все заранее отлично продумал. Задолго до того, как убил. Да, и на кого спихнуть, тоже продумал. Не я во всем виноват, а Илья. Надо было уговор держать и играть по правилам. Там, куда ты отправишься, все по правилам играют. По очень жестким правилам. Артура Абухова за убийство Ильи Демченко, совершенное по неосторожности и умышленное убийство Ирины Колевой, приговорили к 15 годам лишения свободы. Даже в тюрьме он продолжал играть в футбол. Через пять лет он погиб в драке, которая разгорелась во время футбольного матча между заключенными.